Я лично знал Бориса Ефимовича Немцова. Мы один раз встретились на корпоративе, который я вел. Он был в гостях. Он пришел не с самого начала, а может быть через час. И вы знаете, сразу атмосфера настолько изменилась. Конечно, удивительный человек. Позитивный, веселый, энергичный. Собственно говоря, он перехватил у меня инициативу. И как идущему мне было очень легко. Я люблю, когда в компании появляется такой человек. Действительно, Борис Ефимович меня покорил тем, что он как раз на тот момент, это было лет 7 назад, увлекся серфингом. И был в прекрасной форме. Говорит, я спокойно подтягиваюсь 30 раз. Мы с ним ровесники. Меня, конечно, это удивило. Я тоже все-таки спортсмен. И поэтому как бы вот это было очень приятно узнать. И действительно, человек был очень открытый, позитивный. Ну, что касается общества, я не знаю, как это повлияет. Расколется общество, сплотиться. Не очень я вижу, чтобы общество от этого зависело. Но факт тот, что, конечно, он останется в сердцах людей, как человек добрый, человек вот такой энергичный, позитивный. И, ну, давайте чуть побольше все-таки мы будем любить друг друга и все, получше друг к другу относиться. Только и все, понимая, что жизнь может как бы вот оборваться в любой момент. Поэтому, наверное, нет смысла воевать, а есть смысл дружить и любить друг друга. Отлично. И такой главный вопрос. Раскроется ли убийство Немцова или как все громкие поступления последних лет? Ну, во-первых, не все. Например, Сергея Юшенкова убийство раскрыли в течение нескольких месяцев. Поэтому там выяснилось, что был совершенно очевидный такой след дилетантский. Но, тем не менее, надо отдать должное, что правоохранительные органы тогда сработали просто безупречно, практически мгновенно для такого громкого и серьезного дела. Поэтому, может быть, раскроется. Трудно сказать. Вот я как бы хорошо запомнил именно вот эту трагедию с Юшенковым. Ну, тогда профессионализм был на высшем уровне. И надеюсь, что в этот раз будет так же.